Ровно 80 лет назад, 31 января, у разъезда Набокина совершил подвиг советский противотанковый взвод. Неравный бой у Моисюковой будки, где 17 бронебойщиков противостояли сотням фашистов, навсегда вошел в историю освобождения Старого Оскола и Великой Отечественной войны, как пример безграничного мужества и стойкости наших бойцов и командиров. Зима 43-го была суровой. Лютый ветер, снег, 30-ти градусные морозы. На подступах к Старому Осколу 17 бронебойщиков ценой своих жизней сорвали планы гитлеровцев, не дав врагу прорваться к городу. Неравный бой – осознанный подвиг. Командир 107-й стрелковой дивизии Петр Максимович Бешко, он лично поставил задачу перед бронебойщиками, отрядом бронебойщиков. 17 бойцов были выбраны, и они должны были занять позицию у разъезда Набокина, чтобы задержать немецкую танковую колонну. Которая стремилась войти в тыл нашим частям. Задача их была такая – не допустить этого. Когда они прибыли к разъезду Набокина и заняли свою позицию, через некоторое время обнаружилось, что в этом направлении пошла немецкая пехота. По некоторым источникам около 300 человек, по некоторым до 500. То есть это была достаточно большая серьезная сила. И бой длился с 13 до 16 часов. Конечно, остановить всю эту армаду они не могли, но они сдержали на несколько часов продвижение немцев. Убитых потом обнаружилось около 150 фашистов. То есть все равно бой был неравный, тяжелый. Бишко послал уже последний резерв. Это была учебная рота Виноградова. Они когда пришли на подмогу, и, конечно, обнаружили страшную картину. 13 бойцов погибло сразу, четверо были тяжело ранены. Каждый из 17 для староскольцев – родной человек. В 43-м героев похоронили на Нижней площади, а после перезахоронения их тела покоятся в братской могиле номер 1 на улице Ленина. После победы в живых остались только двое. Павел Егорович Рябушкин, Василий Иванович Кукушкин являются почетными гражданами Старого Скола. Увековечена их память в названии двух улиц. В 2005 году было принято решение две улицы в новой микрорайоне, вот в районе Незнамого, получили имена этих героев. Также увековечены имена Плотникова, Бондаренко и Литвинова. Это старший лейтенант, младший лейтенант и комсорг этого отряда. Интерес к сражению у Майсюковой будки не угасает с годами. В 2013 году у школьной студии «Золотой кадр» возникла идея снять фильм-реконструкцию легендарного боя у разъезда Набокина. Три месяца писали сценарий, несколько лет ждали возможности воплотить задуманное. Спустя годы и десятилетия те события откликаются болью. На подвиге 17 героев воспитано уже не одно поколение староскольцев. История подвига важна не только для жителей нашего региона. Фильм студийцев «Золотого кадра» увидели в самых разных уголках страны. А создатели до сих пор получают отзывы. На презентации мы показывали, многие смотрели, говорят, а где будет сама реконструкция? А реконструкция уже шла, с собой уже шла. Они не ожидали, что такая реконструкция получилась у нас. Но обработка компьютерная, застарили, все это сделали. И что мне понравилось, спустя где-то месяцев 3-4 нам пришло письмо на почту электронную школу номер 40. Отзыв о этом фильме. Там было написано сестра с 13-й, которые погибли бронебойщиков. Родная сестра, она не знала про своего брата, где погиб. Внучка писала, делала, в школе задали задание, она писала рассказ про Великое Отечество войны. Она выросла про бронебойщика. И в интернете наткнулась на наш фильм. И она когда посмотрела, она удивилась, что это был ее прадед, участвовал в этом бою и погиб. И она позвонила прабабушке. И эта прабабушка, уже, кажется, сестра написала такое письмо. Просто мы удивились. Они смотрели, и все семьи все плакали. И еще один из Узбекистана написал письмо. Его дедушка погиб в этом бою. И он просто удивился. Посмотрел. И говорит, такое ощущение, что это я вот реальную бою посмотрел. Дед, тоже так же были слезы. Субтитры сделал DimaTorzok